Привет всем! Сегодня я расскажу вам про мой Робин. Буду вам показывать различные фрагменты вышивок различных участниц и рассказывать. Еще в далекие времена моей юности был такой вышивальный форум Melisa.ru, который со временем перерос в рукодельный хобби-портал. В ту пору Робинов на Мелисе никто не организовывал, и большинство даже не слышали о такой игре. Я решилась организовать первый Робин на этом сайте, но, к сожалению, по независящим от меня причинам, он не для всех стал удачным. Я оставлю ссылку на эту тему под видео. В команде нас было 7 человек, мы обменялись адресами и процесс пошел. Но на каком-то этапе одна из участниц просто перестала отправлять канву дальше по очереди. Причем переписку вела, никуда не исчезала и при этом обещала отправить вот-вот, но все время придумывала какие-то отмазки. Так прошел год, потом два, и она совсем перестала отвечать на все сообщения. По уже счастливой случайности, я считаю, моя работа покинула ее нечестные руки, и я в итоге получила свой полностью вышитый Робин. В Робине интереснее всего то, что вам приходится вышивать даже несвойственные вам мотивы. Ну, например, как мне пришлось вышивать какие-то перцы или бабочек. То, что я бы для своих вышивок никогда бы не выбрала, например. Или, например, я бы не выбрала какую-то особенную схему из какого-то журнала. То есть вот была девушка, которая присылала нам схемы сама. То есть мы не могли выбрать свой какой-то сюжет, мотив. Ну или же бабочки, да, все должны быть были из серии Dimensions. Такая игра очень интересна, она очень сплочает людей, она позволяет вам увидеть вживую крестики и оставить их навсегда от чьих-то других рук. Но на самом деле вот есть такие подводные камни, как случилось в моем случае, когда не все девочки, далеко не все получили свои Робины. Конкретно вот я получила Робин свой, Робин с перцами был доставлен хозяйке, насколько я помню, и Робин с бабочками. Мой вам совет, если вы собрались играть в Раунд Робине впервые и еще не задумываетесь обо всех этих нюансах, если вы общаетесь на форуме, то очень легко проверить, были ли эти участники, которые сейчас в вашем Робине участвуют, задействованы в других подобных играх, то есть не было ли к ним каких-то претензий, отправляли ли эти люди все вовремя. Потому что труд это титанический, это вышивка все-таки, это вкладывается душа, вы ждете, это очень азартная игра, очень как бы завораживает весь процесс. И, естественно, будет обидно, я думаю, очень-очень обидно и больно девочкам было, когда они не смогли получить свои работы назад. С меня хватило одного раза, я больше не собираюсь играть в такие игры, не только потому, что случилась такая беда не с моим Робином, так с другими, но и потому, что, в принципе, одного Робина в доме и опыта такого для меня достаточно. Так моя работа выглядит на сегодняшний день, в принципе, так она уже выглядит несколько лет. Я хочу вам показать ее поближе, разобрать и рассказать о недостатках некоторых оформления, а также о достоинствах некоторых креативных идей. Эта работа наклеена спецклеем на задник. Пока пятен вроде бы нет с 2007 года. Сейчас вы можете наблюдать работу без стекла. Я ее выняла из рамы специально, для того, чтобы показать вам недостатки оформления. Посмотрите, работа, канва полностью подрезана. То есть, если я захочу ее постирать и оформить уже, например, натянув на двухсторонний скотч, то я не смогу этого сделать, так как здесь, в этой картине, нет паспорту и работа обрезана просто под раму. Я, к сожалению, не знала всех этих нюансов раньше и не предупредила багетчиков. То есть, я бы вообще не отдавала оформлять багетку, только бы заказала раму. А теперь давайте рассмотрим все работы поподробнее, все сюжеты, так сказать. Итак, Рыжая Бестия. Большое спасибо еще раз за такую прекрасную работу, вышивку. Этот сюжет вышила Эльскер из Москвы. Эльскер из Москвы, это та самая Маша, которая не отправила несколько робинов по назначению. К сожалению. Листик из Новосибирска. Большое спасибо. Оксанчик Киев, это, собственно, я. Моя работа была вышита по схеме Dimensions по подбору. То есть, я просто подобрала нитки. Чудо Томск вышла прекрасную ракушку. Белка из Твери тоже порадовала ракушкой. И Анжелика из Минска вышла прекрасных черепашек. Здесь стоит дата проведения Робина с 2005 по 2007 год. Кстати, именно в 2005 году я начала вышивать вообще. Чтобы работа смотрелась гармоничней, я придумала дошить рыбок. Просто уже сама, когда пришла ко мне готовая вышивка, готовый Робин, я использовала крейник и ниточки, которые были у меня от остатков каких-то наборов. И придумала вышить вот таких маленьких рыбок. Здесь, здесь, здесь и внизу. Эти рыбки, как мне кажется, объединили всю картину. Но еще больше объединили картину вот эти пульбашки по всему полотну, которые уже придумал мой муж. За что ему большое спасибо. Действительно, картина выглядит целостной. Тоже использовала крейник, имеющийся у меня в наличии. Работа висит на стене, занимает свое почетное место, радует нас своим видом. Стекло использовано антибликовое или музейное. И мне очень нравится эффект от этого стекла. Цвета не съедаются, все в порядке с этим. Я довольна эффектом данного стекла. Я оформляю все работы именно в антибликовое стекло. Ну, кроме каких-то совсем маленьких, наверное, которым покупаются рамки. Когда я начинала вышивать этот рубин, я сделала первые крестики, наверное, где-то вот на этой ракушке. Первые бежевые крестики. И сфотографировала это все макросъемкой. И теперь эта фотография служит у меня аватаркой на данном канале. Всем спасибо большое за внимание, за ваши лайки, комментарии. И до новых встреч. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok